Мы уже в итоге пришли к пониманию того, что у человека в каждой его клетке заложена вся информация о его организме. Каким же образом она заложена? Как? Она туда записана? Да, совершенно верно. То есть это можно пропустить, вы на экзамене сами напишите, вы это знаете, да? Да? Нет, можно вопросы задавать. Вот, итак, хорошо, давайте я расскажу, если останутся какие-то вопросы, вы их зададите. Вот, итак, дело в том, что, значит, первое, генетические структуры несут информацию. Вот это вот как раз та самая молекула дизоксирибонуклеионовой кислоты, сокращенная ДНК. И вот если шариком пометить каждый атом в этой молекуле, то это получается довольно сложное образование. Но выясняется, что эта информация, свойства языка, используемая в генетических системах, эквивалентно соответствует тем же свойствам человеческих языков. То есть на самом деле есть алфавит, он состоит всего из четырех букв, из четырех, значит, основ. Вот, и есть слова. Любой триплет, сочетание из трех букв представляет одно слово. Но одно и то же слово в разных контекстах может иметь совершенно разное значение. Например, одно и то же слово, одни и те же три буквы вместе, в контексте, когда белок еще не строится, может обозначать начать строение белка. В контексте же строительства белка, оно может быть, значит, взять конкретную аминокислоту. Понимаете, мы сейчас научились расшифровывать буквы, но при этом утверждать, что мы при этом совершенно понимаем, о чем там идет речь, будет слишком самонадеянно. Потому что буквы строят слова, слова имеют значение. Информация имеет целый ряд уровней. Если я, например, могу прийти и сказать своей жене, что-то у меня в горле пересохло. Что у нас делает? Я про воду что-то говорил? То есть представьте, я про воду что-то говорил? Да или нет? Нет. Нет, все. Тогда чем можно, разговоры. То есть я про воду ничего не говорю. Человек, не знающий языка, не знающий культуры, он будет исследовать предложение и так и не поймет, почему она принесла мне воды. А не вызвала мне лоб врача, например. Вот. То есть понимаете, от того, что мы знаем даже слова, мы не всегда знаем, о чем эти слова говорят. И язык, который здесь написано, это естественный язык. Знаете, во время Второй мировой войны японские дешифровальщики были самые лучшие в мире. Не было ни одного союзника, который не могли бы расшифровать, кроме кода, который использовала американская морская пехота. Они его так и не смогли расшифровать. Совершенно верно. Они взяли индейцев племени Навахов и те говорили на своем языке. И поскольку это язык естественный, у него есть правила, но говорим-то мы не по правилам. И мы никогда не говорим одну и ту же мысль дважды одними и тем же словами. И таким образом расшифровать их было невозможно. Такое свойство языка, используемых в гидротических системах, соответствует тем же свойствам человеческих языков. Они несут информацию, но мы-то знаем, что информация может происходить только из разумного источника. Далее, информация инвариантно относительно носителя. Что значит инвариант? Это значит, что как бы носитель может меняться, а информация остается та же самая. То есть одну и ту же информацию я сейчас имею здесь, записываю на компьютере в виде цифрового кода. Ту же самую информацию я сообщаю вам в виде акустических волк здесь распространяющихся. Ту же самую информацию вы записываете на бумаге чернилами. Та же самая информация у нас одновременно записывается на видеокассету в виде электромагнитных запросов. То есть источники самые разные, носители разные, а информация та же самая. То есть оказывается, что информация, которая управляет всем, управляет материей, сама материя не является и от материи не зависит. То есть да, потому что определенными свойствами обладают молекулы бумаги и чернил, мы можем записать эту информацию. Но та информация, которую мы записываем, свойствами молекул определяется или нет бумаги и чернил? Нет, конечно. Информация от этого не зависит. Вы можете написать лекцию, вы можете писать записки, вы можете писать стихи. И молекулы те же самые, их свойства дают возможность записать, но саму эту информацию не несут при этом. То есть информация, кажется, это фундаментальная категория, которая управляет материей. Но разве мы не считали, что в начале было слово? И слово было у Бога, и слово было Богом. Информация – это вот это самое отображение слова, Божьего замысла в мире. Далее действует принцип, аналогичный второму началу термодинамики. Информация проистекает только из разумного источника и сама она, общее количество ее увеличиваться не может, но при этом она может уменьшаться. Если у вас простая видеокассета, вы ее копируете, качество записи будет лучше или хуже? Хуже. Вы еще раз копируете, лучше или хуже? Еще. Чем больше мы копируем, тем она хуже, информация теряется, добавляются шумы. Если у вас цифровая запись, DVD, вы копируете, информация станет лучше? Один к одному, значит почти. В лучшем случае, если запись пройдет без ошибок, она будет один к одному. Но возможно еще единичные ошибки, где какие-то конкретные элементы будут выбиваться. То есть информация сама не улучшается, она либо в лучшем случае может оставаться той же, но как правило ухудшается. Дело в том, что дарвинисты, понимая, что дарвинизм ничего не может объяснить, сегодня перешли на уровень неодарвинизма. Они пытаются объяснить происхождение видов через дарвинизм плюс мутации. Дарвиновские три кита, наследственность, изменчивость, отбор, ничего не дали. Но тут мы стали говорить, что есть же еще способ обвести новые свойства. Мутация, то есть появляются некие свойства, которых ранее не было. Если изменчивость это не что иное, как перетасовывание тех свойств, которые были раньше, то мутация это появление новых свойств, которых раньше не было. Вот, например, прошла такая мутация и рождается овца с короткими ногами. Теперь в Англии фермеры любят выращивать таких овец, за ней не надо гоняться, она не перепрыгивает через весь городик. Вот. Вопрос, стоят два вопроса. Первый вопрос. Выжила бы такая овца в естественных условиях или нет? Нет. Второе. Появился новый признак. То есть у овцы всего, значит, один сустав нашел. Новый признак появился. Появилась ли новая информация в генотипе? В генотипе, да. А информация это утрачено. То есть этот новый признак появляется не в результате появления новой информации, а в результате потери информации. Потеря может быть в результате, допустим, радиоактивного излучения. Мы с вами дышим воздухом. В воздухе содержится углекислый газ. Мы вдыхаем. Молекулы углевода, значит, идут на формирование, значит, клеток нашего организма. Молекулы углерода. Но молекулы углерода бывают двух видов. Углерод 12, углерод 14. Углерод 12 стабильный, углерод 14 радиоактивный. Эта молекула в любой момент может распаться, превратиться в молекулу азота. Азот это газ. И там, где у нас должна была быть по плану, по плану нашей записи стоять молекула углерода, оказывается пустота. То есть происходит вот такая ошибка. И в итоге тратится, если говорить, что мы возьмем набор для печати книги, как следует его потрясем, чтобы как можно больше было ошибок. И у нас, допустим, из школьного сочинения получится большая советская энциклопедия. То мы, в общем-то, что-то недопонимаем относительно информации и о том, как они действуют. Мутации – это потеря имеющейся информации. И хотя признаки новые создаются, информации новой нет. Вот тут у БК появился второй плечевой сустав. Видите, дополнительная нога, пятая нога в комиссии. Ну, вы знаете, может быть, это путь решения продовольственной проблемы. Я в детстве всегда говорил, что главная задача – это скрестить курицу и сороконожку. Чтобы было сорок ножек, чтобы всем хватило. Вот. Но вопрос в том, что информации-то новой не появилась. Происла редупликация информации, та же информация дублировалась. В итоге рождается урод. Но информации новые не появляются, утрачивается старая. Фотография, в общем, название – братский совет. Вот. Черепаха может жить даже с двумя головами. Не знаю, всегда ли они находят между собой согласие. Но, как минимум, спрятаться от противника одновременно они не смогут. А потеря одной головы – смерть для всего организма. Поэтому вот эта вот черепаха, естественно, может жить только в условиях зоопарка. Значит, также двуглавый змей. Точно такие же уродства бывают и у людей. Вот. В 2003 году родились три девочки-близнецы. Одна была совершенно нормально. Вот. Значит, две сестры имели общее сердце и легкие гениталии. Но при этом две головы, два позночка, два желудка. Естественно, что разделить таких уже было невозможно. Они скончались 20 дней спустя после рождения. Тогда же, в 2003 году, была уникальная операция по разделению двух сестер, которому было 29 лет, обе были студентки Тегеранского университета. Вот. Операция сама прошла успешно, но после операции они погибли в результате потери крови. То есть, мы видим, новые признаки появляются, но любой новый признак является уродством. И он возникает только в результате утраты имеющей информации. Информация может происходить только из разумного источника. И сегодня миллионы долларов налогоплательщиков тратится вот на вот тех ученых, которые пытаются поймать информацию из космоса, от инопланетян, собственно, про таких ученых и этот фильм «Контакта», о котором мы с вами говорили. И огромное количество информации воспринимают, постоянно получают. Наша Земля купается в электромагнитных волнах. Но при этом ученые говорят, что пока что ни один источник, который мы из космоса получили, не является сигналом от разумного источника. Как они определяют, что они не являются сигналом от разумного источника? Потому что в них не содержится кода. Вот если в них содержался какой-то код, то это бы свидетельство, что данная информация просекает из разумного источника. Один раз, правда, обрадовались, нашли в небе объект, который посылал периодические сигналы. О, нам передают сигналы. Но сигналы продолжались, а кода в них никакого не было. Тут оказался небесный объект звезда под названием «Пульсар». Звезда, имеющая такое мощное магнитное поле, что излучение не может покинуть его никакой поперек линии магнитного поля, только с полюсов. А ось вращения этой земли перпендикулярна магнитной оси. И как вот маячок на крыше милицейской машины излучает, мы видим мигание, но ничего о разумной жизни внутри этой машины нам этот сигнал не сообщает. Точно так же, значит, не доказывает и разумную жизнь на звезде этот «Пульсар». То есть всякий человек, который занимается этой программой сети Search for X, то есть поиск внеземного разума. Это тоже религиозное мероприятие, на которое тратятся миллионы денег налогоплательщиков. Вам однозначно скажут, вот если бы в каком-нибудь сигнале мы обнаружили код, вот это бы доказало, что данный сигнал происходит из разумного источника. Тут же мы переходим в соседнюю лабораторию, где генетики изучают систему ДНК. И они говорят, наличие кода в ДНК не может служить доказательством разумного источника информации. Почему? Потому что в первом случае они исследуют то, что хотят доказать, а во втором случае они пытаются убежать от того, что они не хотят признавать. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. На самом деле, как происходит эмбиренальное развитие? Много раз происходит благодаря тому, что у нас есть полная информация. Яйцеклетка сливается со сперматозоидом, и в итоге, если яйцеклетка имеет ДНК материнское, а сперматозоид отцовское, появляется… Так, что-то у нас все как скакаем его сразу… При слиянии появляется совершенно новый набор, который уже не эквивалентен ни отцовскому, ни материнскому. То есть, с момента оплодотворения яйцеклетки – это совершенно новый человеческий организм. Его информация абсолютно отличается от информации и отца, и матери. И вариантов такое количество, что от одного и отца, и матери теоретически могло бы произойти разных детей, отличающихся друг от друга, больше, чем элементарных частиц нашей Вселенной. Столько различных вариантов перераспределения этой информации. Вот на основании этого-то, значит, что вся информация заключена в одном каждой нашей клетке, и возможно клонирование. Как осуществляется клонирование? Берется тоже яйцеклетка. Из нее удаляется ДНК полностью. И берется донорская яйцеклетка, из которой берется ее полный генетический набор. И потом вот в эту холостую яйцеклетку, из которой удален ее набор, вставляю генетический набор донорского организма. В итоге, вот эта вот мать яйцеклетку, которую используют, вынашивает организм, который с ней ничего общего вообще не имеет. Он является полной генетической копией вот этого самого донорского организма. Почему такое возможно? Да потому что в каждой клетке нашего организма содержится полная информация о самом организме. Вот это вот та самая пресловутая овечка Долли, первая влекопитающая, которая была клонирована. Но всякий раз, когда ученые пытаются ухватить Бога за бороду, у них у самих возникают проблемы. Думали то, что на самом-то деле мы думали, что при естественном половом зачастии происходит просто случайное перераспределение информации. Но оказалось, что как бы не так. Дело в том, что все мы с вами, число дней каждого из нас сочтено. Мы все с вами поставлены на счетчик. У каждого из нас генетически запущены часы. Сколько делений могут провести каждая наша клетка. И когда эти деления прекращаются, геймового конец программы. То есть человек может быть абсолютно здоровый, говорит, умер от старости. Просто его организм перестал функционировать. Клетки закончили свою программу. Провели столько делений, сколько они могли. На этом дело все закончилось. Так вот, когда оплодотворение происходит естественным путем, вот этот генетический счетчик перезапускается с нуля. Таким образом не понятно. Потому что ни отца, ни у матери он не обнуленный. И отец и мать уже имеют свой возраст. Вот. И дело в том, что клонированное существо, оно имеет свой генетический возраст, равный генетическому возрасту донорского организма. Если, допустим, донорский организм была овца пятилетнего возраста, то рождается новорожденный ягненок, но генетически это его возраст пятилетний. И в нем все процессы старения идут с огромной скоростью, и в итоге всю свою жизнь эта овечка промучилась, в итоге ее усыпили. Чтобы она не мучилась. То есть думали, что мы теперь ухватили Бога за бороду и сможем, значит, сами творить клонов. Нобелевских лауреатов, или Ленина клонировать по чучулке в Марзолее пытались, идея была такая, или Христапо Коловина от Туринской плащаницы и так далее, и так далее. Но выяснилось, что все это тоже, увы, Бога не перехитрить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok